большой привет всем моим подписчикам всем моим друзьям это будет заключительная часть видео о покупках которых было очень-очень много и сейчас я буду показывать просто все подряд потому что уже смысл разделять это на какие-то фирмы и бренды просто практически нет ну ватные подушечки я думаю не представляет особого интереса поэтому много о них рассказывать я не буду следующее что я купила это такая вот штука шварцкоп год тубе звездная пыль лак для волос я не знаю почему но у меня какая-то врожденная любовь к серии год тубе я когда вот прохожу мимо всяких стоек со средствами для волос ну если брать ввиду масс-маркет да то что продается в магазинах год тубе я всегда сразу почему-то на него кидаюсь и всегда вот беру что-то из год тубе здесь было общем то же самое из всех лаков для волос год тубе был самый дорогой но мне это не остановило я взяла его мне очень нравится у него запах он ну естественно пахнет таким как лак но не какая-то такая малиновая какая-то составляющая мне очень нравится чем-то запах похож на их средства которое называется тоже звездная пыль но только не лак для волос а спрей для блеска мне очень понравилось не особо склеивает волосы но при этом хорошо держит форму хорошая штука советую следующее что я купил это было правда не совсем для меня но тоже вам хочу показать вот такой вот гель от лореаль 3 у актив гель мусс комфорт для сухой чувствительной кожи вы могли видеть у меня похожую версию только зелененькую она для нормальной комбинированной кожи в общем я могу сказать что это одна из лучших вот серий которую я встречала за последнее время мне мой зелененький гель для умывания безумно нравится и этот я не пользовалась но судя по отзывам которые я слышала очень 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 хороший так что советую обратите внимание даже вот кейтли он по моему недавно купила и тоже рад у нее тоже зелененький следующее что я взяла это вот такой вот крем гель для очищения лица от clean and clear мне он не понравился я честно говоря когда его купила не прочитала что это крем гель вот и еще меня удивило что из всей серии clean and clear он стоит достаточно дешево видимо сама clean and clear тоже понимать что этот гель не очень хороший у него явный такой ярко выраженный как бы сказать то запах ментола какого-то и они вот здесь даже так пишут что ощущение прохлады после использования свидетельство того что кожа стала чистой и свежей вот но мне не очень нравится ощущение на лице он меня оставляет достаточно такой кута пленку ну даже не то чтобы жирную даку это жирная пленка вообще-то как-то все размазывается по лицу и в общем не совершенно 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 не понравилось ну я допользуюсь но покупать больше я его естественно не буду это просто моё легендарное средство вот я из этого средства можно точно сказать что это мой маст хэв это наверное уже шестая бутыль я уже даже сбилась со счета я уже просто не помню сколько я их покупала девочки это для меня лучшее средство для снятия макияжа глаз не устаю это повторять перепробовала я их очень много и дешевых и дорогих ну самое лучшее не щипит глазки смывает макияж сразу же за одно применение за одно вот это прикладывание суперская вещь просто суперская вещь но я принципиально не покупаю их такой же двухфазной потому что я уверена что она мне не понравится но я просто не люблю двухфазные средства от них у меня чтобы я не делала все равно остается на лице такой жир вот но это средство просто 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 обалденная и всем советую правда но редко где продается я его покупаю исключительно в угудах дальше что я купила дальше я купила еще один вот такой вот продукт это натуры сибирика густое сибирское белое масло для тела антицеллюлитная антиэйдж ну естественно оно никакое не антицеллюлитное естественно но не антиэйдж но у него безумно просто нереально приятный запах оно очень быстро впитывается и кожа после него фантастическая и еще что мне очень нравится оно абсолютно не горькое потому что иногда вот бывает от всяких кремов для тела от гели для душа я потом замечаю что у меня кожа становится горькой противный вот такое прям ощущение и по-моему очень мерзко а это очень приятно не спрашивайте меня как я узнаю что моя кожа горькая после нанесения крема это отдельная история моей жизни я комментировать не буду но я просто обращаю на это внимание а да кстати я вам показала что это мое старое это вот новое купила стоит она всего лишь 70 рублей и в общем очень классная что очень классная что дальше я купила вот такую-то штучку попробовать но здесь не могу вам дать отзыв я им пока еще даже не пользовалась гель для умывания для проблемной кожи какой-то какой-то рассвет с маслом чайного дерева экстрактом календовым не знаю что это такое но она просто нереально вкусно пахнет запах какого-то лимонада мохито и что-то такого нереально круто пахнет но как уж она там что будет мыть я не знаю стоило оно очень дешево дальше что я купила ты купила не себе какой-то гель для умывания антивозрастное очищение тоже ничего не могу сказать тоже стоило очень дешево просто даже было интересно попробовать а следующее что я купила я наконец-то нашла бора плюс зеленый но честно говоря я не поняла разницу между зеленым бора плюс и обычным сиреневым пахнут они по моему абсолютно также но крем крутяцкий просто он обязательно должен быть он помогает заживлять всякие штучки очень хорошо питает кожу там на коленях на локтях и вот какие-то раздражения очень и очень круто обязательно возьмите стоит дешево единственно что не могу достаточно мирзковатый запах следующее чтобы вам показать покажу вам вот такой продукт от aquatel я им еще не пользовалась ну просто так попробовала на руке это у нас идет скраб для лица он очень вкусно пахнет на удивление но при этом он пахнет миндалем но про миндаль тут вообще как бы ничего не заявлено поэтому что уж в нем хорошо пахнет я конечно не знаю вот и увлажнение глубокое очищение он не очень сильный ну в плане что в нем не очень много скрабирующих частичек это не чистая линия это не черный жемчуг но достаточно неплохой вот такая текстура вот частички крупные но пахнет реально миндалем эти штучки виноградные косточки так что это не для поклонниц натуральных скрабирующих частичек вот так что еще показать вот такое вот средство что это такое я не знаю меня увлек какой-то корейско японский уклон поэтому я его взяла я еще пока не пробовала что это такое вообще это какой-то какая-то пенка для лица контролирующая жирный блеск не знаю что это такое но меня очень удивило что я буквально вчера в ритуале видела похожее средство которое стоило 300 рублей а я его купила за 90 ну может быть я конечно что-то перепутала мне кажется баночки были абсолютно такие же он такой имеет хоть такую кремовую текстуру ну в общем не знаю пока не пробовала поэтому сложно сказать вообще что это такое так и последнее что я хочу показать это вот такой вот продукт от фирмы натуры сибирика этим средством я уже пользовалась это моментальная маска для лица против усталости кожи не скажу что это какой-то маст хэмный продукт не скажу что это какой-то там супер-пупер результат мне показалось что это просто сильно концентрированный увлажняющий терапитательный крем для лица и не более какого-то явного результата на лице не заметил ну может быть кожа стала более подтянутой и более какой-то такой более так даже не знаю как это правильно описать но представляет это собой реально такой густой белый крем который при нанесении на лицо становится прозрачным с этим сидите минут 15 он вас впитывается и на лице там где у вас было много этого крема остаются такие небольшие как потеки потом это все смываете ну в общем как будто бы это просто такой вот смываемый крем и не более то есть охотиться за этим продуктом искать его по магазинам и там устраивать на его охоту я считаю не стоит ничего особенного в нем нету вот такие у меня были в этот раз приобретения покупки что-то я решила набрать всего-всего-всего понемногу попробовать что понравится что не понравится вот так что что еще сказать а могу показать вам еще вот такую штуку купила ее вчера это люмене натуральный код бронзер и румяна очень давно хотела попробовать но честно говоря я немножечко разочарована самими румянами бронзер мне понравился подошел мне очень хорошо но вот румяна на лице у меня не видны абсолютно они белесые они очень белесые они абсолютно не персиковая реально кита белые и как бы я их не мазала на лицо у меня их на лице не видно они превращаются в какую-то пудру а бронзер очень мне понравился оттенок у меня 11 пичи вот но в целом штучка неплохая там еще у них есть другой тон может быть там румяшки конечно поярче потому что эти румяна это совсем не румяна может быть когда я буду слишком бледная зимой я их на своем лице замечу а вот сегодня я их на лице как-то не особо наблюдаем большое вам спасибо за просмотр надеюсь вам все понравилось если у вас есть какие-то вопросы или отзывы о этих средствах буду ждать это все в комментариях всех вас люблю целую до встречи на моем канале пока